мое детство ребята было очень тяжелым что вам рассказывать вы будете плакать зачем зачем вам это слышать тяжело мне было понимаете тяжело непростое мое детство все охват спамить модератор спасибо вам большое вот многие думают что я там зажравшись и все вот это вот но вы ошибаетесь вы ошибаетесь зажравшиеся может быть всякий саши спилберг которые выросли богатой семье там живя где-нибудь блять не знаю за границей да а я дорогие друзья 23 года жил в новокузнецкий вы хоть знаете что это вообще такое вы хоть знаешь это за город в 90 начало двухтысячных вы слышали о таком чуваке чуваки человек нет это даже человека мне назвать вам о фамилии списывцев списывцев говорит о чем-то здесь тут люди которые шарят и злове я пропущу донат да спасибо тебе спасибо тебе за 7 евро вот я просто рассказываю историю это криминальная россия чё тут блять сказать вот включи сразу на интервью интересно чё там подождите сейчас вот и как бы я тоже рос в таких вот условиях да живя вот в этой вот нищете в этой бедности блять я уже много раз вам рассказывал что в одно время мы жили в общаге то есть общежитие такая небольшая как бы квартирка в очень неблагополучном районе заводской район короче говоря улица к лимасенко кто живет тот шарит и на тот момент конец 90-х это был вообще просто пиздец это клака вот этих наркоманов короче да и этого отбросовка скажем так общество списывцев вроде жил в центре города то есть мне повезло мне 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 повезло вот но я мог попасться скажем так вот на их удочку скажем так и сейчас я бы тут уже не сидел вы представьте 80 детей человек я не знаю там людей пострадали от рук этого животного вот и жил в общаге мы я уже говорил тоже да ну для нюфагов повторю мы ели еду с помойки вот настенька спасибо с помойки жрали еду сосиски как-то нашли в мешок сосисик на помойке лежит короче говоря видимо выкинул кто-то там из ресторана может из магазина пропавшие вот мы подобрали вроде даже как-то ничего себе нормально вкусненько я помню даже этот день как я сижу ем сосиску блять в общаге из помойки смотрю на потолок клопы ползают сарю направо таракан бежит я такой ебать но я тогда об этом даже не думал я был ребенком как бы да ну ну так вот мы жили да и сейчас о блять и хоть здорово сейчас google maps я минутку сейчас сейчас где-то навы кузнецк вот я просто хочу вам показать кое-какой дом сори что нагружаю вас этой информации я понимаю может быть вам это не интересно как же климасенко климасенко какой дом не помню но это очень стрёмный район вот это вот здесь вот он климасенко климасенко улица климасенко новокузнецк а ну вот да я тебе не помню где это было где-то там просто очень интересное место так это да это это где блять вообще господи боже ну посмотрите это 2012 год а вы представьте что здесь происходило в 90-е года начало двухтысячных это было все намного страшнее ужаснее вот эта вот атмосфера депрессивная какая-то как вот в этом видосе то есть все вот именно так и было люди так и видели все именно вот так вот короче говоря и выглядело ой я не в ту сторону еду на туда подальше так минутку развернуть ебаный рот как же тяжело во нашел где-то здесь короче говоря вот эта улица он там за этими деревьями бы еще одни дома и вот туда я так понимаю уже не пробраться да обидно блять а как вернуться а вот получается вот вот этот дом как я понимаю короче вот он на такую страшную музыку включить нет есть того и так ребят вот дом в котором я жил когда-то давно сейчас тоже не общежитие это дом перепереклафить квалифицировали в обычное жилье но раньше это было общежитие короче говоря как вы думаете что это такое вот эти длинные длинные вот эти вот здания это короче гаражи как вы знаете гараж это такое место да которые привлекают очень много всякого рода нехороших скажем так людей да наркоманы блять и какие-то там шпана вот это вот неадекватная да бомжи которые бегают по этим гаражам шныряются там колется а я жил вот в этом доме подъезд вот с этой стороны а окна наши выходили на сторону этих гаражей вот это место перед гаражами это вообще пиздец я выходил на улицу на балкон а тогда тут еще кран какой-то стоял там что-то строили да потом этот кран ебнулся кстати чуть ли не на дом из-за сильного ветра всем было похуй его никто вообще не трогал вот он так и лежал вот чем проблема проблема в том что я часто выходил на балкон и наблюдал здесь то на дороге короче лежит разодранный кот мертвый просто кто-то взял распорол кишки коту бросил на дорогу лежит вот вот в этом месте была яма квадратная такая яма там видимо что хотели построить раскопали я буду ровно квадратную шли дожди в яме вода набралась какой-то дебил неадекватный взял кота и бросил туда в эту яму кот естественно утонул и плавал там мертвый я это как ребенок я ребенок блять мне было там сколько 7 лет наверное я это все видел я гулял здесь вот здесь я выходил гулял смотрю кот лежит его палкой потыкал а он лежит короче весь в червяках его червяки ели я это все помню до сих пор мне это так в башке отложилось я это помню в эти вот эти вот условия блять ладно я отключу страшную музыку вот ну и естественно контингент людей которые здесь проживали я думаю вы понимаете какой дети которые здесь тоже гуляли до клей нюхали это вот сейчас шары дуют а тогда клей нюхали к счастью я был таким ребенком знаете очень как-то не знаю ну короче я в это вообще старался не лезть я такой приличный человек скажем так сейчас и тогда был вот такой же короче говоря вот и остался таким же ну и как-то такую компанию старался собственно говоря не вступать но приходилось иногда с ними гулять потому что а с кем еще блять все такие были с кем еще гулять не было других как бы знаете ли людей да детей с кем можно было бы провести время а одному скучно вот но они неадекватны там короче я помню мы бутылки собирали стеклянно обычные бутылки чё все пишут спутник 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 вруби а точно а ну собственно говоря вот да так и есть не ну сейчас тут смотрите стало че а вот вот это квадратное здание блять про которое я и говорил раньше его не было раньше вместо этого квадрата была квадратная яма построили кстати достроили домик окей ебать а тогда его никто не строил ну сейчас построили нормально видите я не наебываю я не вру вот эти гаражи короче говоря вот здесь мы блять в этой помойке жили вот но сейчас это 2012 год тут все нормально сейчас тут все прилично тут все нормально убрали почистили 90-е года это был просто просто фоллаут нахуй тут просто все было в ну полная разруха вот полная куча наркоманов вы бы знали сколько тут шприцов я находил они были повсюду вот как сейчас ты идешь на думской шары везде лежат да использованные тогда везде шприцы были я серьезно то есть можно было случайно наступить и стать наркоманом блять спиц ловить там вич что угодно короче говоря они повсюду просто валялись вот особенно в этом районе особенно на этой улице очень опасная улица тут еще вот эти вот пустоши блять знаете вот это вот вся херня вот это болото тут трупы людей находили вот плавали короче говоря про животных вообще молчу вот я как ребенок все это наблюдал нормально как бы да гулял среди этого говна короче говоря общался с этими людьми я не знаю как мне повезло так чтобы я вот во все это как-то не знаю не влился да не слился с этим вообще хизы я не знаю мне просто повезло короче говоря вот ну и в те времена еще вот этот блять спи сивцев существовал последние годы их количество в городе возросло особенно после того как практически которые совершала жут так возможно в городе и впрямь появилась у нас еще сатанистов было очень много в городе вот такая вот херня да вот то есть вот это вот молодежь которая тогда существовала слушал вот этот рок но тогда рок вся хуйня сатана могила вот очень много сатанистов было таких вот я причем помню сам много раз натыкался на их скажем так действия еще пиздюком когда гулял по заброшкам помню захожу такой домик небольшой там заброшенный недостроенный захожу собака висит повешенная собака тупо висит короче в этом домике ну и стены естественно расписаны всякой вот этой вот сатанистской херней просто жесть потом когда мы переехали в коттедж моему бате дали коттедж потому что ну типа он там работал на заводе вся херня да ну вот причем тоже недостроенный коттедж ну мы его достроили потом переехали туда уже тоже много раз рассказывал коттедж был рядом с лесом то есть прям вот вот прям вот собственно говоря могу даже вот 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 этот коттеджный поселок вот а вот этот лес вот этот дом в котором нет не этот вот дом вот мы я в нем жил даже где-то написано на карте что типа дом хесоса вот мы жили в этом доме а вот собственно говоря лес вот здесь на этом дереве ой ошибаюсь вот на этом дереве однажды я иду вот здесь и вижу блять на дереве висит череп собаки прям там на дереве как он туда попал я хз вообще вот а спустя какое-то время где-то примерно здесь же повесилась женщина вот а может быть ее повесили я хз скорее всего ее повесили потому что как она могла на дерево забраться правильно да вот но при этом там еще записка была при ней не помню что там было написано помню это все обсуждали об этом все говорили вот однажды здесь утонуло два пацана это была весна короче говоря это вот такая вот как бы не озеро что ли болото да зимой оно застывало то есть чтобы добраться в город вот нам да кто тут жил нам приходилось идти вот так по дороге обходить короче говоря а зимой можно было просто вот так вот перейти по замерзшей скажем так реке чтобы сэкономить время да пытались перейти спасибо ромчик ну и вот и однажды три пацана решились весной я знаю что рассказывал вы доебали уже я рассказываю не вам а тем кто это не слышал вот ну они такие значит поперлись ну и что вы думаете ну и правильно провалились нахуй в два двое точнее утонули третий выжил я тогда помню с детского сада или со школы с детского сада вроде иду домой смотрю там камеры машина что-то люди блять а вечером новости включаем а там про них короче говоря репортаж два пацана короче утонуло вот со школы да ну со школы наверное шел я уже не помню вот жили они по моему вот в этом доме вот то есть я с ними гулял помню в одно время все минус два пацана вот так вот блять короче тоже вроде вдали от города но все равно и здесь такая стрёмная хуйня происходила в два часа ночи однажды сижу дома блять смотрю в окно вот где-то отсюда вот тут у нас карьеры были да люди там купались сейчас там пиздец просто невозможно и со стороны этих карьеров со стороны леса в два часа ночи женщина кричала на помощь звала прям визжала я обосрался и лег спать ну фон помочь я и не мог не было ни телефонов ни мобильного телефона как бы сами понимаете такое время то сейчас айфон и вся херня не было телефона ничего не было ей никак не помочь все то есть не позвонить ничего ну и собственно да вот так вот пиздец было стрёмно короче говоря ну возвращаемся к сатанистам у меня всякое всякое может быть знаете а ты не вырос с психичным порушением на удивление нет я не знаю как так получилось но у меня нормально все с психикой то есть я не маньяк я не убийца да все нормально адекватный человек еще и при этом смешной это удивительно это реально удивительно я не пью я не курю я никогда не курил нет у меня был период в жизни в детстве когда я был пиздюком я на тот момент еще с бабушкой жил у меня был период в детстве когда жил с родителями одно время но у меня я когда был еще пиздюком в детский сад ходил мы вот жили в общаге у моих родителей отношения были не очень хорошие то есть помимо того что я наблюдал вокруг себя я еще и наблюдал не очень хорошие отношения моих родителей было они часто ругались бывали моменты, даже когда дрались на моих глазах, чтобы вы понимали. Вот. И я это всё видел, я это всё наблюдал. Я жил вот в этой атмосфере, да. Когда ты выходишь на балкон, видишь разодранные тела, блядь, котов, трупы их. Заходишь, а у тебя, блядь, там, не знаю, тараканы, клопы, блядь, еда с помойкой, родители дерутся, короче говоря, ругаются. Я жил среди этого, понимаете, да, вот среди этого говна, блядь, по телеку Криминальная Россия, блядь, рассказывают о чуваке, который убивает людей просто у тебя под носом, да, и ты, как ребёнок, можешь просто оказаться вот у него в руках. Вот. И, собственно говоря, это просто вообще жесть. А я ещё и сам плохо учился в школе. Вот. А у меня батя такой жёсткий был. То есть он меня часто наказывал, пиздил за это. Вот. И я помню, я боялся домой приходить. Особенно, когда двойку получал, это вообще было что-то. То есть у меня детство было, ну, максимально, блядь, жуткое. Вот. Я, я не знаю, как у меня был. Ну, был, да, имеется в виду, он и сейчас есть, но он просто был таким жёстким. Сейчас то он нормально, как бы адекватный. Вот. Я причём заметил такую вот штуку, что у мужиков, вот если брать батю, да, вот по молодости, когда ты пиздюк, батя неадекватный, да, там, злой, там, наказывает тебя, но с возрастом батя становится добрее, спокойнее, адекватней. А у женщин, вот, например, если взять, там, мать, наоборот. Когда она помоложе, да, она ещё такая нормальная, а вот с возрастом она начинает не то, чтобы с ума сходить, но становится такой более неадекватной, агрессивной, психичной, вот этот, с порушением, блядь, вот. Вот, и я наблюдал именно это, то есть у меня мама была нормально, адекватно, а батя такой жёсткий. А сейчас немного наоборот, батя стал добрее, а мать такая, ну вот. Рам равен, спасибо тебе большое за переподписку. Ну и, собственно говоря, как-то вот так вот. В школе всё схуёво, собственно говоря. Друзей не было. Мелкая была. Бомж попросил купить ему мороженое. А потом проводить домой. Мороженое я купила, но до сих пор думаю, почему согласилась. Ладно, хоть догадалась свалить точка-точка-точка, а то кто донатил бы точка-точка-точка-чмок. Фу. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Го, Харду. Чё происходит? Чё происходит? В Диабло 3? Еее. Хард, прости, я в Диабло 3 играть не буду. Привет, зайчик. Вот только пришла и задаюсь вопросиком. Спасибо за приглашение. Люблю тебя. Алексей, но у нас сейчас немного другая тема стрима. Вообще, я знаю, сейчас донаты чекну. У очко дракона. Спасибо тебе за 150 рублей. Чё с притчей? Да мне тут 20к задонатил порентхаб, заставил меня притчу поломать. Башню. Поэтому, мээ. У нас Шрек сегодня, у нас другие планы немного. Вот. Хард на денюжки? Даже за деньги не хочу. Я с хардом с удовольствием как-нибудь подстримлю, правда. Ну, блядь, ну не Диабло, ну, алё, ну, 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 ну ты чё? Не, я не пойду, я не пойду. Не, я не пойду. А если за 100к? Ну, задонат, тогда подумай. А парень тебе 5к задонатил, шо с ним? Да сейчас всё разберёмся. Алкаши, спасибо тебе за донат. Ой, блядь, за переподписку. И Шрек сейчас тоже будет. К лампе зайдём, да. Так вот, чё ещё-то вам рассказать про своё детство? Ну, вот примерно в таких условиях в этой атмосфере я рос. Вот просто я часто наблюдаю, как вы жалуетесь на то, что у вас всё тяжело, у вас сложно. Ну, вы понимаете, что у меня было такое детство, что у меня даже не было игрушек. У меня не было вообще игрушек. Только потом, когда я с бабушкой жил, я помню, у меня была юла. Знаете, что такое юла? Это такая хуйня. Нажимаешь, крутишь, она крутится. У меня была эта неваляшка, блядь, такая хуйня пластмассовая. Её толкаешь, она так, вот, и опять встаёт на место. Вот что у меня было. Всё. Вообще не было игрушек. А вы жалуетесь на то, что у вас там что-то плохо, при этом у вас есть интернет, возможность сидеть на Твиче, смотреть стрим и всё вот это вот. Пиздец. Ну, я как бы не выёбываюсь, да, ну, просто поверьте, бывает и хуже. Вот. Просто, опять же, люди, да, как бы, сводят всё к тому, что, ой, всё плохо, не знаю, что делать. Ну, ребят, видите, у меня же как-то получилось, да, выйти в люди. Благодаря вам, конечно. Поэтому для меня канал на Ютюбе и вообще вот вы это как вторая жизнь, понимаете? Когда у меня появился канал на Ютюбе и аудитория, я словно заново родился. Просто не хочу опять же выделываться, да, сейчас для многих это просто бизнес, бабло. Начинаю стримить за деньги, начинаю делать видео на Ютюбе, чтобы деньги зарабатывать. У меня тогда вообще мысли были другие. Я думал не о деньгах, а о том, как бы, блядь, уже найти себя, потому что учил себя плохо, будущего у меня не было. Чем бы я занимался? На заводе, что ли, работал? Алексей, здравствуйте. Это вы что, на меня переподписались прямо во время стрима, что ли? Ну, чего ты там, ну-ка? Я тут о жизни рассказываю, о своем детстве сложном. О том, как я жил плохо, вот. О том, как все было не очень. Но, к счастью, все наладилось, все хорошо. Вот, понимаешь? Вот так вот и бывает. Так вот и живем. Ну, сейчас-то да, все хорошо. Позовите, скажите Хисусу. Я здесь, я здесь. А что такое? Хисусу все спамьте, у него опять сердечки. Что у тебя случилось? Что ты смеешься? Че-то ты ржешь, гад. Ну, сейчас-то да. Ну, сейчас-то да, все хорошо. Хисус, родненький, здравствуй. Пойдем. Я здесь, я здесь. Куда, куда? А что такое? Пойдем, я тебя позвать хочу на аттракцион неслыханной щедрости. Мы тебя все зовем. Я, короче, вот братья вот эти, вот эти вот, вот они слились, они контенту не хотят делать. Пойдем с нами. Тут все по-честному, короче. Недорогой аттракцион. Ты мне объясни поподробнее, чего ты хочешь? Да подожди ты. Вот, и значит, мы идем играть в Диабло. Мы вообще играть не умеем. Да, блядь, да кто там? Кто-то сидит конфетками, шуркает. Это не я. Ну? Ты с ума меня не свели. Хисус, короче, смотри, я тебе объясняю, как сейчас поднять бабла. Сейчас, подожди. Дайте мне с Хисусом аниме посмотреть, да? Да, с конфетами, сверстись! Вот, спаде боже. Муд. Кто-то сидит с конфетками. А, зависло все. Смотри, мой родной, значит, смотри, вот сейчас все по-честному. Смотри, смотри, значит, поднимаем бабла. Идем играть в Диабло. Третий. Мы никто не умеем. Там, сезонный герой, героический, все дела, одна жизнь. И, значит, смотри, мы идем, скидываемся по пятнашке. Нас четверо. Я, ты, Манурин, короче, еще один. Дурачок. Вот. И, значит, мы оттуда с тобой. Оттуда, значит, идем. И вот кто проигрывает, тот всем своим оппонентам по пятнашке отдает. Как тебе идея хорошая? Идем по пятнашке. А теперь меня послушай, пожалуйста. Во-первых, у меня нет Диабло. Я знаю, сколько весит эта игра, а весит она, блядь, много. Сори за мат. Много, очень много. Не буду говорить, что у меня нет пятнадцати тысяч, но я никогда, никогда не играл в Диабло. Чтоб ты понимал, да? У меня нет игры, у меня нет опыта в этой игре. Деньги есть, конечно, да? Но, опять же, четвертое. У меня планы немного другие. Мы тут в Шрека хотим играть. Я уже людям, своим зрителям, подписчикам любимым, пообещал, что буду играть в Шрека. Я, вот, честно, вот, вообще, тебя люблю и сразу же с тобой поиграл, но вынужден отказать. Только не обижайся, да? Но ты, как бы, вводи в мое положение. Сам понимаешь, как бы, ну... сказал, что буду играть в Шрека. Я, вот, честно, вот, вообще, тебя люблю и сразу же с тобой поиграл, но вынужден отказать. Только не обижайся, да? Но ты, как бы, вводи в мое положение. Я бы вошел сейчас. О, да, вводи. И в бонус тебе переподписка, ля какая. Все, да? Ой. Я, вот, это... Это мне сейчас Хесус, да, сказал? Да. Ой. Ой. Вон она, садись. Ой. Ой, сердечки. В бонус тебе переподписка, ля какая. Ой. Все, да? Это он мне, да. Да ты ж мой, господи. Ты ж мой... Да ты смотри, какой красивый. Ой, спасибо. Рад тебя старался, красился. Вот Хесус не засал, и он еще и переподписался на девятый месяц. А шо ты? Да ты ж мой родной. Слышал бы ты, какое у меня детство, я сейчас уже ничего не боюсь. Проиграю, если сейчас все челленджи, миллионы солью. Вот он мне первый раз так сказал, чтоб прям вживую, а? И сердечки мне тут вот эти вот твои тоже сплаймят, смотри. Давай так. Давай так. Выиграешь. Десять тысяч тебе задоначу. Окей? Вот сейчас вот идите в Диабло. Выиграешь. Десятку тебе закину. Ты только... Окей? Подожди. Ты меня-то слышишь там, нет? Он меня не слышит, блядь. Хесос, вот я вам всегда говорил, что он красивый, а вы кистьесь хороший, не обижайте кисть. Он меня не слышит, нихуя. Я тебе дам, Хесос. Дурак, сам дурак. Бан, блядь. Сразу заманит. Пиздец, он меня не слышит, блядь. Включи микрофон, дурачок. Ой, ну все, 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 все. Ну не будьте 10к тогда, че я могу сказать? Не будьте никаких десять тысяч. Прозови проверку. Спасибо. Сейчас позовем. Кто меня... Вы, вы все, вы сами все... Ой, дура. Заткнись ты уже, черт. Просрал бабло. Блядь, а это я... Извините. Меня еще и чертом назвал, да? Я что хотел сказать? А, ну ладно, давай. Так, мне спамят все. Спамят, что там Джофф согласен. Окей, ну пусть ему Джофф и деньги дают, собственно говоря. До свидания. Нормально, да? Вот просто сейчас на ваших глазах человек проебал 10к. Чтоб вы понимали. Просто. Вот просто так. Вот, ну просто так. Да просто так. Ну просто так. Захотелось ему. Я понимаю, что, наверное, денег много у человека. Да, мы же стримеры, люди такие. Вот. Ну, бывает. Вот. Такие вот дела. А как ты боролся с прыщами? Были ли у тебя комплексы? Конечно, были. И прыщи были, и комплексы были. Все у меня было. Я все пережил, понимаешь, да? Через все прошел. Моя борьба, так скажем. Вот. Что еще я могу сказать? А, ну и вот. Вот поэтому-то я начал Ютубом заниматься. Вот. И когда у меня начала появляться аудитория, господи боже мой, знаете, моя жизнь заиграла новыми цветными, разнообразными красками, понимаете? Я помню видео записывал. Я жил еще с родителями. И ловил момент. Когда батя уходил с утра на работу, а мама возвращалась с работы утром, но был промежуток 2-3 часа. И я утром ради этого, пока никого нет, просыпался и записывал видео. Let's play. В хорроры играл, короче говоря. И вы просто себе представить не можете, с каким интересом я это делал. Я будильник ставил, специально просыпался. Я даже заснуть порой не мог. Я просто хотел видео записывать, чтобы поскорее что-нибудь записать. Я просыпался утром. Все уходили. Я записывал несколько видосов, летсплеев там по этим хоррорам. А брат? А шо брат? А брат в соседней комнате лежал, короче, смеялся, блядь, с моих оров, как я кричал в хорроры. Вот. Вот такие вот дела. Он записывал на скорую руку. Ну, не как бы на скорую руку, но как успевал, да, старался там. Что получилось, там, 5 видосов сразу записал, там, выкладывал их каждый день, да, и просто ждал день, когда у меня опять появится эта возможность. Опять же, вот это утро, когда промежуток времени. Вот. Записывал видео. Сколько там получается? По-моему, первые полгода я жил с родителями, получается, пока не стал что-то зарабатывать. И на эти деньги, которые я начал зарабатывать, 7 тысяч рублей, ребята, стоила моя первая квартира в месяц. Ебать. Я, как вспоминаю, эту квартиру, это такая, это очень стрёмная хата. Она была отвратительна. Она была ужасна. Ну, что вы хотели за 7 тысяч рублей в месяц? Ну, ради вас. Я был готов жить где угодно, не ради денег, потому что я зарабатывал вообще хуйню. Я и не думал, что я что-то буду с этого зарабатывать когда-то. Как часто ты ездишь к родителям? Редко. Даёшь им деньги? Ну, конечно. Скажи, если не секрет. Ну, конечно, но редко к ним катаюсь, потому что, во-первых, далеко. Далеко? Вот. А перелёты я, блядь, это для меня немного сложная тема. Расскажи, как откосил от армии. Думаю, чатику интересно будет. Блядь, ну как я откосил? Ты на меня посмотри. По весу меня не приняли. Типа, слишком маленький вес. Меня не взяли. Потому что, ну, во-первых, у меня там гастрит, вся херня, вот эти вот болезни всякие, связанные с кишечником, с желудком. Плюс вес был слишком маленький вес. Из-за недостатка веса меня не приняли, ну, не взяли в армию. Причём, я не то, чтобы как-то ограниченно годен, да? То есть, как обычно у всех ограниченно годен. То есть, тебя не берут в армию, но при этом, в случае войны, ты пойдёшь воевать. Пипидастер, спасибо тебе за 100 рублей. У меня же просто не военно обязаны. То есть, я вообще, вообще, короче говоря, никак не причастен к этому. То есть, начнётся война, я не буду обязан идти воевать. Вот. Вот такие вот дела. Харду слышал про 10к? У тебя брат есть? Да, у меня есть брат. Он тоже, короче говоря, полностью здоровый. Он инвалид, и он вообще не может ходить. Вот. Кушай, кушай. Харду сказали про 10к. А он шо? Чем ниже башня, тем ты моложе и милее. Спасибо тебе за 100 рублей, нуня. Вот. Клампи, иди, достал, дурак. Да сейчас пойду. Эм. У него какая-то киста в голове с рождения. И которая чё-то как-то, видимо, давит на какой-то определённый участок мозга, из-за чего у него ноги парализованы. То есть, он не может ходить нормально, у него с речью проблема. То есть, он вообще не ходит. Он на коляске катается. Спасибо тебе за всё. Мы тебя любим. Вот. Здоровья тебе и твоим близким. Естественно, родной брат. Он старше меня на один год, причём, кстати говоря. Грим Слейт, спасибо тебе за 100 рублей, спасибо. Вот. А операции? Ну, мне... Ну, как бы, блин, вы понимаете, что типа ему уже 27 лет. Ой, 28. Я не знаю. Боже, я помню, как и раз твоих кулстарей про психушку и прочую хрень году в 13-й... Да-а-а. ПС. Шрек побежит сейчас. Да-да, убежал. Он бежит на мой стрим. Сейчас будем играть в него. Спасибо тебе, скиллити, за 7 евро. Спасибо тебе большое. Вот. Я вас удивлю, но у меня ещё и батя инвалид, чтобы вы понимали. У него... Я не знаю, что это такое, но у него, короче, тоже... У него парализована правая рука. То есть она у него вот такая. Он её не может... Как бы вообще не может двигать. Она у него как бы сжата. Вот. И... И нога. То есть он хромает. Я думаю, может, вы видели таких людей, которые вот так вот ходят, как бы, да. То есть у него нога парализована, рука парализована, короче говоря. У меня вообще семья инвалидов, чтобы вы понимали. Вот. Блядь, я это говорю с улыбкой на лице. Пиздец. Это ненормально. Я ещё и смеюсь. Ого, Господи, Боже мой. Вот. Да нет, не инсульт. У него тоже с детства это. То есть у нас такая семья, знаете, ну. Мы тупо живём, короче, на деньги государства. То есть на пенсии по инвалидности. У меня брат, как бы у него первая группа инвалидности. У него там пенсия сколько? 20-25 тысяч? Это вообще мало, поверьте. Для инвалида, который не может вообще ходить, который жизни не видел. То есть, опять же, да, представьте, да, в каких условиях там, ну. Мы живём, да, в этом ебучем сдаводском районе, где ты с подъезда не можешь нормально, да, на коляске выкатить. А может у тебя глисты? Рука джесса. Не, у меня нет глистов. Это генетика такая. У меня батя тоже худой. Так вот, собственно говоря, а про дороги, про вообще вот эту инфраструктуру, я вообще, блядь, молчу, как бы, да. То есть, город абсолютно и район не предназначен для инвалидов. Колясочников. Поэтому у меня брат основную часть жизни, да, ну, просто сидит дома. Он просто, блядь, сидит дома. Вообще. Каждый день с утра до вечера. Ни с кем не общается, у него нет друзей. Вот. И моя мечта перевезти семью сюда хотя бы в Петербург. Или в Москву, да. Но Москва это слишком дорого. Хотя бы в Петербург, где для этого есть хоть какие-то условия. Чтобы, ну, родители и брат хоть какую-то жизнь увидели. Вот. Да, и что там, пять тысяч рублей? Лампа. Это мне помер, я надеюсь. Вот. А если родители будут неспособны ухаживать за братом, ты станешь? Ну, блядь, а кто? Естественно, я. Кто еще? Нет, я его оставлю. Пусть сам там, как бы, разбирается. О, Наса, нехуёся. Здорово. Спасибо тебе. Я тут, ну, блядь, сейчас кто-нибудь подумает, что я тут на жалость давлю. Рассказываю просто о том, как жил, и вообще в целом о своей жизни. Сиделка? Ну, блядь, ребят, он так-то здоровый. Если что. У него... Это я худой. А ему повезло больше. У него вот такие мышцы, потому что он, как бы, ну, в основном, ну, он, как бы, ползает, то есть у него постоянно руки задействованы. Там такая, нахуй, рама, блядь. Он весит, наверное, килограмм 90. Я, если, когда останусь с ним один на один, я не знаю, как я с ним справлюсь. Типа, чтобы поднять, это надо быть просто, блядь, я не знаю. Не, он, как бы, сам-то может, там, двигаться, вот, старается тоже, но, блядь, там, уу, блядь, такой зверь. Вот. Поэтому сиделка просто с ним не справится. Спасибо, рука, Джесса. Я надеюсь, этот стрим кто-нибудь записывает, потому что не останется запись. Байблтамп меньше, чем 3. Спасибо, Билончик. Общих фото нет, ну, есть какие-то, но они дома. Вот. Как его зовут? Его зовут Саня. Ну, мне и батю Саня зовут. Ой, блядь. У меня тупо семья с Саней, нахуй. Розе Култюрит. Спасибо тебе большое. Сашка, блядь. Спасибо тебе большое за подписку. Спасибо. Батя Саня, блядь, и брат Саня. Ну, собственно, поэтому это вот так вот и получилось. Я шучу, ну, как бы. Надо же сохранять чувство юмора. Уж слишком-то не надо тут в депрессию уходить. Вот. Да, тупо Сан Саныч, блядь. Ага. Ну, вот. Ай-ай, батя Леша. Ну, я охуенная семейка, конечно. Фу, блядь. Да, 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 да. Вот так вот. Да ты водишь. Да нет, я тебе серьезно говорю. Я понимаю, в это тяжело поверить, когда у тебя и батю, и брата, блядь, Саня зовут. Ну, вот бывает такое, прикинь. А маму как зовут? О. Берта. Нормально, да? А сестра? Ой, блядь. Про сестру это вообще отдельная тема. У меня есть еще и сестра, но только она двоюродная. О. Она не инвалид. Но там немного другая проблема. Так как это Новокузнецк, сами знаете, да? Какие условия, я вам уже рассказывал. Берта Юрьевна. Ну, Белла, Белла. Белла ее зовут. Белла. Вот. Она наркоманка, да. Она еще когда в школе училась, собственно говоря, начала гулять. Пропадать, не приходить, не возвращаться домой. У меня в 20 лет уже проблемы с сердцем. Думаю, как бы не откинуться. Буду держать в курсе. Сердечный олдфак. Вот, серьезно, да. Серьезно, вот. Ну и, собственно говоря, начала... Связалась не с той компанией. Нашла себе подруг таких же наркоманов, короче говоря. Причем там нормальные такие тяжелые наркотики. То есть героин вся хуйня. Вот. Сколько ей лет? Ей где-то около 30. Вот. Не, собственно говоря, вот с тех времен до сих пор еще занимается хуйней, да. Вот. Там бухает, наркоманит, вся херня. Ну, короче, просто ужас. Ну, я ее как бы не осуждаю, да. Ну, просто нам повезло родиться в таком обществе, в таком городе. А мама кем работает? Ну, мама, она подрабатывает в больнице. Помогает, скажем так, старикам. Вот. Ну, больным, больным. Не только старикам, а в целом больным, короче. У твоих родителей животные есть? Скажу, к сожалению, да. Слишком дохера. Их около десяти. Десять котов, чтобы вы понимали, в одной хате. Вот. Пиздец. Зоопарк целый. На самом деле, это очень плохо, потому что, ну, как я уже сказал, брат у меня как бы инвалид, он уже ползает. А вся вот эта вот шерсть... Ой, блядь. Я вот это осуждаю, на самом деле. Вот. Это вообще осуждаю, это не круто. Говорят, того маньяка убили, но по документам он там лечится. А, ну, хз, может быть. Так. Так. Как твоя сестра, будучи наркоманкой, сына родила? А-а-а-а. А вот так вот. Ну, я не... Она его родила... Короче, у нее были периоды в жизни, когда она бросала наркотики. Она как-то себе вот мужика нашла, и, собственно, у нее все нормально было некоторое время. Вот, где-то там три года. Ну, и в этот период, собственно говоря, родился. Ну, он нормальный, типа он здоровый, повезло, все хорошо. Мяу. Там Ленцова, спасибо. Спасибо за твою искренность. Ты пупсик милый. Ты с ней не общаешься? Конечно, нет. Как я с ней буду общаться, если ее нигде нет? Она непонятно где вообще находится. Э-э-э, вот. Э-э, как я, блядь, с ней общаться не буду? А, Сася, Сяся, спасибо. Э-э-э-э. Так. Ну, как здоровый? Ты рассказывал, что он курит и рэпчик слушает. Ну, да. И, по-моему, малой еще такой, как, блядь, вы, ему сколько там, ну, лет 12-13 он курит уже, рэп слушает. А моя семья знает о твоем мире, смотрит твои видео. Ну, бывает, да, смотрит. Аниме и стримы иногда. Ну, батя, батя этим увлекается, он мои стримы смотрит. Вот, забавно, если это он все услышит. Вот, надеюсь, нет. Спасибо за 100 рублей. Рука Джессуса. Вот. А сестра... Я же сказал, сестра. Чё сестра? Сестра ничего, блядь. Я не знаю, она где-то... Где-то гуляет, я хз. Ну, вот. Сын понимает, что его мать употребляет наркоту. Скорее всего, нет. Ему вряд ли кто-то об этом говорит. Тебе не кажется, что ты единственный человек, который может рассказывать о таких грустных вещах, все равно имея улыбку на лице. Я просто, я, я, я шизоид. Выстал тем, кто ты есть. Сейчас уважаю тебя. Тебе не кажется, что рассказывать о таком с улыбкой на лице, это немного, это немного странно. А, 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 блядь. Вот. Молодь. Спасибо. Ой, блядь. Сын за 100 рублей. Ощущаю невероятно мощный прилив мотивации в библиотеке. О, да. Юзли, сплинг, спасибо тебе. Я поэтому-то с этой целью вам все и рассказываю, чтобы вы как бы осознали-то на самом деле, что порой, ну, не так все плохо-то на самом деле. Бывает, блядь, хуже. Намного. Вот. На самом деле, вот это вот мое ебанутое детство, оно повлекло за собой некоторые последствия. Не в том плане, что я какой-то сумасшедший. Я стал каким-то, блядь, я... Вот, например, я могу пустить слезу, я реально могу растрогаться очень сильно при просмотре фильмов. То есть, там, мультики, фильмы какие-то грустные. Я постоянно, блядь, вот, постоянно. Но вот если в жизни что-то происходит, мне как будто вообще похуй. Там кто-то умирает. Я понимаю, что это плохо, грустно, но мне плевать. Не, мне не плевать, но я из-за этого не расстраиваюсь вообще. То есть, вообще, я не знаю, мне вот ощущение, что это какое-то вот... Что-то в мозгу срабатывает. Вот из-за того, что было в детстве, мозг мой научился как-то реагировать на подобное. И блокировать вот эти вот чувства. Как бы такая защита происходит. И все. То есть, у меня вот умер дедушка, умерла бабушка. И я когда вот мне батя звонил, да, говорил об этом, сообщал. Я такой, блин. Хреново. А внутри ничего не чувствую. И я не знаю, как, почему, я хз. И... И так совсем. То есть, кроме... Вот фильма смотрю, пиздец, все. У меня как будто прям это. А вот если брать реальную жизнь, как-то вообще, не знаю. Хз. Хз. Может, это норма? Это просто пустяки по сравнению с тем, что мы смотрели... Гвази, лап, спасибо тебе за 100 рублей. Кушать, кушать. Вот, может быть, это нормально, я хз. 5к спиздили, да сейчас пойдем. Ааа. Все, давайте зарейдим чувачка. Стримеры, давайте что-нибудь позитивное сделаем. А то как-то слишком много у нас страшных историй. Где ты, блядь? Лампа. Ты стримишь? 15 зрителей. Нихуя себе. Да у тебя нормально там. Так. Окей. Уже... Уже... Уже вижу. Ага. Так. Ну, во-первых, ты иди, девочка. Уже бабушка умерла. Нет. У меня умерла бабушка... Мать моей матери. А вот мать моего отца... Еще живая, к счастью. С ней у меня хорошие отношения, потому что... Если говорить про ту бабушку, которая уже как бы ушла на тот свет, она... Ну, она... Ну, как бы, короче, была алкашкой. Очень много пила. Вот. Ее муж... То есть, батя моего, батя. То есть, мой дед. Он тоже с ней бухал. То есть, они там вместе. Вот. То есть, у нас помимо наркотиков... Алкоголизм. Это... Тоже была проблема. Ну, это на первом месте проблема нашего города. Все бухали, блядь. Все бухали. Ой-ка, че я хуйню несу? Эээ... Дед. Отец моей матери. И мать моей матери. Вот. То есть, мой дедушка. Мой бабушка. Вот. Они бухали. Оба умерли от алкоголизма. Батя моего, батя, тоже бухал. Запутанно, я понимаю, но... Тоже бухал, короче. То есть, двое дедушек, две бабушки. Дедушка мне повезло. Первый бухал, второй бухал. Я олдфак и помнил твои старые веселые видосы. Так странно понимать, что было за границей Ютуба. Интересно теперь, как жили Эпуберы в других городах типа твоего. Хоть тот же Ла-Ла-Лошка. Барнаул же ПЗДЦ город. Не, Барнаул получше будет. Но в Кузнецк это просто... Ему совсем не повезло, потому что и кризис, и экология, и наркотики, и алкоголь, и все это вместе. Вот так вот. Ну и вот. Первый дед умер в 45 от цирроза печени. Второй дожил, по-моему, даже до 80. Но полужизни он был парализован. И при этом продолжал бухать. Блядь, мы сегодня вообще отличную тему обсуждаем. Вообще суперски. Так. Ну чё, лампа? Ну вот, видишь, да? Нехорошо забрасывать кого-то. Фритмикс, спасибо тебе, спасибо тебе за 100 рублей. Вот. На кого ты похож из родителей? Я даже не знаю. На папу, наверное. Мне кажется, и 50 на 50. Почему? Ну, глаза мамины. Все остальное, наверное, от бати. Вот. Я хз. Я хз. Не знаю. Бати, наверное. Да, бати. Определенно бати, кстати. Я уже как-то вроде выкладывал фотографию бати. Нет, или не выкладывал. У меня где-то есть фотография моего бати. Я... Блядь. А, нет, здесь нет. На этом компе нет. На старом. Вот. Сейчас вам показать не смогу, к сожалению. Если найду пока... А, в инсте? Не, в инсте там дед был. Это был вот, так, кстати говоря, тот самый дед. То есть, бати моего бати. Он был шахтером, кстати говоря, полужизни. Сначала моряком, потом в шахте работал. Потом бухать начал. Вот. Ну, тяжелая жизнь, сами понимаете. Я помню, у нас тогда... В Новокузнецке, вот, во всех дворах были такие, знаете, столики и скамейки деревянные. И в каждом, вот, в каждом дворе собирались вот эти вот старики, короче говоря, мужики. И бухали. Жрали водку. Сидя на скамейке там, короче. Вот. Громко говорили, играли в шашки, блядь. А потом валялись. Вот рядом с этим столиком. Вот. Раньше это везде было, по всему городу. Сейчас, конечно, этого уже нет. Это все уже убрали. Запретили. Вот. А раньше все бухали на улице. Во дворах. Дети бегают рядом и сидят вот эти вот... О, блядь. Бутылку с залпом, нахуй. Вот. Бухают, короче говоря. Вот. Одну за другой. Прям при детях, короче. Нормально вообще жилось. То есть... Не поймете, что там, где плакать. Но вот мне он почему-то... Вот он меня прям трогает. Вот. А самый грустный мультик в моей жизни это Стальной Гигант. Это мультик про робота. Большой...